как раз до дома дошел еще даже не зашел сейчас потяну но это хорошо что он один ему поинтереснее будет снимать она большего круга идет мы должны его снимать пока высоковато оставлю на паузу подожду пусть приспустится какие-то а эти пчелоеды по первой тучи прямо пошел ниже от этих шарахнулся вверх этих шарахнулся вверх я направляю даже в камере не вижу его пока далековато не пошел теперь на большой круг поставлю на паузу подожду друзья мои ну а что-то пока не хочет не спуститься мне сейчас водка точно убежит ну спустится спустится да и боксим поставлю на паузу пойду посмотрю что там у меня да вот они сейчас садятся ну белые чубаты сейчас села это по-моему дочка это по-моему дочка отца не знаю отец здесь или в небе но отец в небе походу еще да здесь нету его так и сестра бессмертная тоже в небе есть еще там есть голуби которых я даже до сих пор не могу найти ну так до сих пор надо набросить и минут пять десять усердно искать их бинокль чтобы найти это пока высоко вышел подождем вот она пока еще высота его подождем приспуститься пусть сниму его я вот она какой высоте в любой высоте бьет в любой в любой высоте как и стал бы тянет какие стал бы тянет атакую высоте крови с чем на черный старый губок есть у меня в ролике тогда два черных от крестовина с крестовины отрывается и пашни лентом вот он один из этих ладно подождем тут еще друзья мои ну кто у меня в гостях был я семена давал от индийского граната вот они видите плоды они сначала вот такие маленькие ежики потом такие ежики потом покрупнее покрупнее потом белее тут так начинает белеть а потом становится оранжевого цвета и трескается это незаменимые лекарства от иммунитета значит косточки собираете сами плоды внутри у него зернышки как у граната вот такие желтенькие цветочки как у граната зернышки покушали а само вот этот через мясорубку и настойку каждое утро натошак столовую ложку все и ничем а вон двое появились сверху друзья мои видите я же говорил вон двое ну это не все там есть еще птица там в принципе сейчас я скопал на 32 около 40 ну штук 40 было сейчас посмотрю сколько 8 сидели 32 или 33 не было сейчас я так на паузу поставлю посчитаю и скажу так друзья мои ну тут 32 я посчитал и 3 здесь 35 ну штук 5 по-любому наверху в принципе я вот он пошел на посадку крошало 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 давай трескай сейчас чуть-чуть отдалял то я на максимум как-то умеешь красиво трескать вот там какой выход пошел еще тоже в линьке сыпается там кто у меня тут по-моему два челята у меня два челянка или может один мраморный второй челянок не знаю ну ты внизу давай тебя будем снимать вот он выход дал даже и не сыграл эх даже и не сыграл здесь сейчас тоже наши талии искать там что же они скинули может там что-то было наверху резко скинули что их вообще не было видно потом распоялись вот она тонцует один совсем маленький вот опять приподнялся ну сейчас походу опять вместе будет тогда на паузу поставлю ну да они приспустились и опять пошли подождем бьет конкретно я говорю они бьют в любой высоте что внизу что в точке по барабам эти в очередь стоят хотят выйти на улицу но их не выпускают потому что если их выпишу то их будет опять надолго да опять поднялись подождем ладно друзья мои нашел завод и посмотрел больше их нет они не сели те трое они не сели их опять нет опять улезли в покрытие поставлю на паузу подождем вон они резко скидываю тебя раз двое месте а вон и третий чуть ниже вон они а и четвертый копчик да копчик четвертый копчик вот он видите как красиво сейчас посмотрим может еще и атака будет я голубей копчик пошел на атаку а я голубей не вижу вот он идет 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 но не вижу далеко и высоко то есть сначала высоко он шел в стороны города не вижу конкретно атака но не вижу сейчас посмотрим поголубя ну вот одного вижу черного вижу черного вижу но их не было они улезли в покрытие опять не знаю что я зацепил не зацепил но очень высоко и при том и бог пошел в сторону города ну пока ну пока вот одного вижу тех двух и даже и не вижу сейчас посмотрим там один кофейник и пескончик получили сейчас посмотрим что произошло да друзья мои ну этот успокоился тех двух я как бы не вижу сейчас скорее всего опять покрытие дали они и вот когда говорят у вас копчиков нету дорогие мои у меня столько копчиков что я уже с голубями их путаю понимаете их полно тут не то что есть а их полно и всякие разные я на них внимание никогда не обращаю потому что запоминайте для хороших голубей для хорошего голубятника копчик является хищник является в первую очередь врачом во второй очереди хорошим тренером понимаете всего на всего он у вас никогда хороших голубей не заберет если он забирает у вас хороших голубей не обижайтесь вы просто считаете что птица хорошая она на самом деле нехорошая она обычная понимаете если там допустим голубь там летит долго или бьет красиво это не говорит о том что она хорошая она хорошо летит либо хорошо бьет но по всем остальным параметрам она тупая больная глупая из них самосохранения отсутствует понимаете то есть это кто всем а это желтый как бы вот так ну подождем то что из этих никого ничего не сделает это однозначно вы видели а даже зимой с выставки когда выпускал тут же атаки пошли но там в чужом месте в такую погоду в туман ничего не мог что может он сейчас сделать да ничего вот он стоит тянет и бьет ну пока высоко вот она высота его пока что поэтому подождем так ну вот он скинул уже сейчас наверно пойдет на посадку вот представляете пять-шесть голубей в небе их не можешь найти по пятьсот по тысяче по пять тысяч по двадцать тысяч люди умедливаются проверять голубей и рассказывать о каждом да я каждого из них знаю наизусть и хрена себя это какие надо компьютер отдыхает понимаете у компьютера столько памяти нету там не гигабайта терабайта у людей там памяти все это вспоминайте ну а бить будем дурин ты же умеешь красиво бить вот эта стороночка тут дерево уже мешает слава богу хоть солнце ушло все уже вечер солнце вон там в самом начале посмотрите когда я начал ролик снимать вот видите солнце уже там а начал снимать солнце было вон там ну летает два часа друзья мои два часа больше не летает хотя тут уже сам ролик из детских частей будет уже час почти я снимал уже третья часть ну дурин садиться будем или нет так пойдет чё за камера по-моему ботновато у меня головы там встал Может выйдем на улицу тебя снимать, и так пойдет я выйду на улицу поспускать еще. Ну тут, по-моему, второй тоже садится сейчас, белокрылый голубь, или он сидел, по-моему, он уже сидел, или нет, не знаю, но вышел смотреть, это белокрылый голубь, а, не, он, по-моему, сидел уже, не сам срывается, сорвался сейчас. Кстати, они братья, два брата, наверное, поднялся брату, привет передавать, типа, братец, извини, что я отдыхаю, а ты машешь. Вот этот, и тот, два родных братья, ну, разные выводы, конечно, это постарше белокрылый, чем тут. Ну, на несколько мест, может, там месяц, на два, это старше. Ну, а ты тянуть не будешь, дурят? Ну, это у разрезного хвоста. Обоих именно выход столб четкий. Этот просто чуть-чуть сейчас закрыт, ну, как потяжелее, тот более в гоне. Потому что не успеваю я всех гонять, понимаете, не успеваю, не успеваю, понимаете, друзья мои. А птица должна летать, чтобы набирать. Если она летать не будет, набирать ничего, она теряет качество свое. То есть, как иногда у нас говорят, вот, хороших голубей надо резать, кинуть валер, получить от них потомство. Все это бред, друзья мои. Во-первых, от хороших голубей еще не факт, что вы получите точно таких же. Это не факт. В общем, то есть, вы себя практически на... Ну, нас процентов на восемьдесят. В общем, лишайте от удовольствия видеть хорошего голубя в небе. То есть, вы его закрыли, вы не видите. А если птенец у него будет там плохой, то вы на сто процентов себя лишили от этого счастья, понимаете. То есть, пескуны от него никакие, а сам он не летит. Он сидит в этом, да, с запертили. Какой от этого кайф? Поэтому голуби должны летать. Летать и радовать. Я вас уверяю, если птица стоящая, да не возьмет его хищник никогда. Не возьмет. Если бы он взял бы всех, это, по-моему, черный чубатый был или брат его. Да нет, это даже черный чубатый, брат, его даже и нету сейчас. Будем ждать тогда. Это черный чубатый. Подождем, ладно. О, друзья мои, видите, он. Вот Арайк наш. С Арайком как раз разговаривал. Говорю, копчик атаковал, черный сел, а двое что-то улезли. Вон, чтоб потом в дальнейшем не сказали. Вот он не показал, как копчик он взял. Вот те же самые голуби, двое, вот они. Видите, садятся. Тут один член, два членка. Приспустились, потом дали вверх, покрылись. Ну, ролики скину, потом посмотришь. В общем, я атака прямо. Смотрю, четверо летают. Я говорю, во, еще четвертый спустился. Оказывается, четвертый копчик. Хе-хе-хе. Я уже путаю с голубями. Хе-хе-хе. Вон они, друзья мои. Ну, пока на паузу поставлю. На что-то спускаться, поснимаю. Пока с Арайком поговорю. Вот они, друзья мои. Те же самые двое. Это вот. Один был внизу, черный ролик. Внимательно посмотрите. Потом резко эти двое себя скинули. Потом опять дали покрылись. Потом четвером спустились. Ну, четвертый это был копчик. Атака была боковая. Ничего не было видно. Ну, глупцы скажут, конечно, ничего нельзя. Поэтому я показываю. Вот они. Два членка. Один кофейный. Второй вот этот. Любимчика, твой мой. Сейчас посмотрим, как они сядут. Ну, остальных пока я еще не вижу, не нахожу. И шея, честно говоря, болит. Сам ролик это будет из трех частей. Эта третья часть будет уже больше часа. Уже больше часа. И солнце опять не мешает. Видите? Опять не в лицо. Поэтому обзора опять ноль. Это, кстати, из тех пескунов, которые бил дуплетом. Вот один. Поставлю на паузу. Пусть что-то отдохнет. Начнем это раскрываться. Покажем. Ну, вот как мы сейчас начали раскрываться. Поздно включим. Ну, сейчас. 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 Стоять будем или нет? Жень, одна гнездка у тебя. Чернохоз. Паша, а этот твой. Ну, а второй авантюрист уже. Он из зимних пескунов. Вы помните, когда еще летать не умел, выкидывал на улицу его. Вот эти вот. О, вторая строечка. Ну, жалко, я беру обзора нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Папа. Вместе летали. Опять разошлись. Ну, давайте хожу. У меня рука болит. Уже от вас. Остальных надо будет ждать. Дождать цвет. Может, там пожожешь есть. Что там дали, что? Камиль, Юсуф. У вас тоже вот этот, который, говорите, столб, опять столб, опять столб. Вот из этих же голубей. У Камиль, у Юсуфа тоже есть братья и сестры. Ну, по этим родителям. От старого челя и от желтой голубки песку. Ну, это разве не красота? Да. И какая разница, она замечательная. Как можно такую птицу закрыть и сказать, она хорошая, надо маточники из них взять. А когда же они летать-то будут? Молодые голуби им летать, и летать, и летать, и летать. Ну, лет через пять уже можно там подумать. Может, поменьше гонять их. Не каждый день там, не через день там, раз в неделю. А как вообще голубей лезут? Зачем тогда их держать? Я просто не понимаю. Ну, здорово, Саша. А зачем их вообще держать? Не понимаю, честно, не понимаю. Понимаете? Это вот то же самое, что там жениться и не спать с женой. Чтобы она всегда молодая. А детей... Ну, честно, ну не пойму. Даже старше пораньше, чем младше. Ну, старше мы постоянно. Да и этот, в принципе, тоже постоянно не был. Блинки, ни хвоста, ничего нету. Я так и копчику не делаю. Ладно, поставлю на паузу, подожду. Пойдем делами своими заниматься. Вот, видите, я бы снимать сниму. Так, друзья мои. Ну, выше вот эта садится. Эта вот сестра бессмертная. Эта вот сестра бессмертная. Кто-то их сорвал. Кто-то их сорвал. Видите, куда там отдельно. У меня тоже тетер на крыше налетает частенько. Ну, тут нету внучки стариковского еще. Я ей несколько раз показывал. Это тоже из молодых зимних голубок. Внизу она барабанит, а наверху она летит тикарем. У меня стиль полета другой. Краснощейки нету. Белого Чубатова пока еще нету. Дочка сидит. Вот она. А его нету. Ну, думаю, достаточно будет. Сейчас я открою. Делать вечер. Пошел уже время. Пошли семь часов. Смотрите, тоже выйдет. Покушает.